Тема номер 8 из серии «Учителя поведали» Статья Елены Петровны Блаватской «Действенность похоронных обрядов» Данная статья впервые опубликована была в журнале «Теософист» номер 9, 1883 года на русском языке книги Блаватской «Смерть и бессмертие» в 1997 году «Да не спадет каждая жгучая слеза человеческая в глубину твоего сердца, и да пребывает она там, не удаляй ее, пока не устранится печаль ее родившая» Елена Петровна Блаватская «Годы воплощения на Земле 1831-1891 годы» Вопрос автору фрагментов оккультной истины В своей статье о Девакхане вы подробно описывали то наслаждение, которое духовное эго совместно с высшим содержанием пятого принципа описывает в состоянии безоблачного сна, продолжающегося огромный период времени Эго, родившееся Девакхане после этапа созревания, не поведает о том, что происходит здесь на Земле, которой оно не может быть притянуто Только оболочка, образованная четвертым принципом и низшими остатками пятого, продолжает блуждать в Камалуке Именно его «религия» часто появляется при определенных условиях на спиритических сеансах Обо всем этом четко рассказано во фрагментах, которые помогут развеять многие сомнения Однако сведения, подчеркнутые из фрагментов, не дают представления о том, каким образом эта оболочка, состоящая из четвертого и низшей части пятого принципов, осознает свое прошлое существование и испытывает ли она какие-либо сознательные страдания за свои былые прегрешения Опять же, для индусов и парсов крайне важно знать, приносит ли погребальные церемонии хоть малейшую пользу этой оболочки или высшему эго, пребывающему в состоянии Девакхан Просвещенный ум отказывается верить, что механически совершенные надуманные ритуалы хоть как-то способствуют облегчению состояния развоплощенной части человека И все же парсы и индусы из года в год вынуждены тратить огромные суммы денег из суеверного страха невольно причинить вред душе усопшего Похороны являются истинным проклятием для парсов Чьи средние классы почти полностью раздавлены такими непомерными и бессмысленными расходами Их цивилизация сильно пострадала от столь разорительного суеверия Следовательно, было бы весьма желательно узнать мнение оккультистов по поводу размеров помощи, которые живые могут, если могут вообще оказать четырем оставшимся принципам покойного В журнале «Теософист» в том 4 страница 179 господин Чиндамварам Айгер процитировал одну из шастр в которой говорится, что тот, кто не совершает шратху в годовщину смерти будет рождаться Чандалой 10 миллионов раз Сноска первая Такое наказание, даже если поверить в него, не кажется столь ужасным в наш просвещенный век когда выравниваются социальные и образовательные уровни всех каст Сноска вторая Наверняка такая угроза не может исходить от посвященного Риши Толкование понятия шратха Номинальный обряд, призванный обеспечить и поддерживать благополучное существование умерших предков в загробном мире Чандала Настоящее время Одно из обобщающих названий для неприкасаемых членов низших каст в Индии не входящих в систему четырех варм Очевидно, что писал непосвященный жрец едва ли знакомый с истинной доктриной о перевоплощении Но подобные сентенции оставляют свой след в умах простого народа А у мыслящих людей, занятых поиском достоверных знаний об оккультной стороне этого вопроса могут зародить сомнения Эта тема очень удачно перекликается с темой Девакхана и обещанной статьи об Авиче Я искренне надеюсь, что вы будете настолько любезны, что дадите более подробные пояснения по этому вопросу Ибо для жителей Азии крайне важно знать представляют ли похоронные ритуалы реальную ценность С братским приветом НДК Член Теосовского общества Автор фрагментов уехал в Англию и сможет ответить нам поставленные вопросы только по прошествии некоторого времени Поскольку мы с ним принадлежим к одной философской школе Позвольте мне Позвольте мне до его возвращения высказать несколько слов по данной теме Примечание Ответ Елены Петровны Блаватской История свидетельствует, что в каждой стране и у всех народов мира существуют различные обряды захоронения И что только у немногих, так называемых, диких, примитивных рас были или имеются похоронные ритуалы Искренняя нежность по отношению к мертвым телам тех, кого мы любили или уважали Может помимо выражения естественного горя Проявиться у родственников в дополнительных знаках почитания отошедших мир иной Но ритуалы и церемонии Предписываемые нашими почтенными церквями и их идеологами Являются домыслами Порожденными клерикальными амбициями священников И попытками вызвать у прихожан, приносящие прибыль, суеверный страх и священный трепет перед наказанием О котором сами священники имеют весьма смутное представление Почерпнутая из умозрительных и зачастую очень нелогичных гипотез Брахманы, мобиды, авгуры, раввины, мулы и священники Поняв, что их материальное благополучие зависит в большей степени от взносов прихожан Неважно, за живых или мертвых Чем духовных мирянь от мнимого посредничества служителей культа между Богом и людьми Посчитали такую выдумку удобной и выгодной И с тех пор разрабатывают эту золотую живу Похоронные обряды возникли у народов с теократическим государственным устройством Как, например, у древних египтян, ариев и евреев Тесно переплетенные с теологией и освященные ею Эти ритуалы были заимствованы религиями почти всех народов И соблюдаются ими по сей день Ибо если религии значительно отличаются между собой То обряды, переживая нацию, носительницу религии, породившую их Переходили от одного народа к другому Так, например, христианские обычаи Трижды бросать землю на гроб, опущенный в могилу Был унаследован от греческих и римских язычников Современный парсизм, как мы полагаем Заимствовал значительную часть своих похоронных обрядов из индуизма Влияние которого породило его нынешние формы поклонения Авраам и другие патриархи Были похоронены без всяких ритуалов И даже в книге Левит, глава 19-28 Израильтянам запрещается делать на своем теле любые надрезы Или рисовать какие-либо знаки в память об умерших Аналогичным образом в древнейших книгах Зароастрийцев, Старом и Новом, Десатери За исключением некоторых актов благодарения По отношению к бедным, а не к мобедам И чтении священных книг Нет никаких предписаний о специальных церемониях В книгах пророка Абада Десатир находится буквально следующее Пункт 154 Труп можно поместить в сосуд с агвафортис Или передать огню или земле После удаления из него насы или мертвой материи И далее При рождении ребенка или кончине родственника Прочитайте Носк И раздавайте что-нибудь на дороге Мазды Во имя Армузда или Милостыню Далее пояснение понятия Десатир Десатир, согласно Елене Петровне Блаватской Древнеперсидское сочинение Книга Шет Приписывается Мухсин Фани Повествует о 13 Зараастрах Это все И ни в одной древней книге Вы не найдете предписаний По поводу церемоний Совершаемых в наше время И менее всего О больших денежных затратах Зачастую приводящих к разорению Оставшихся в живых С оккультной точки зрения Такие ритуалы не оказывают Ни малейшей пользы Душе покойного Эта идея полностью противоречит Правильно понятому закону кармы Как ничья посмертная карма Не может быть ни облегчена Ни утяжелена Хорошими или плохими поступками Ближайших родственников У каждого человека Своя индивидуальная судьба Отличная от таковой Его близких Точно так же Развоплощенная душа Не может нести Ответственность За деяния тех Кого она оставила На земле Например Легковерные люди Полагают Что четыре принципа Покойного Могут испытывать Колики Если оставшиеся На земле Чрезмерно употребляют Некоторые виды фруктов Зарастрийцы Индусы Имеют мудрые Более мудрые Чем у христиан Законы о захоронении Трупов Но их предрассудки Все еще велики Ибо если идея о том Что присутствие Мертвеца Оскверняет Живых Есть не что иное Как суеверие Недостойное Нашего Просвещенного Века То истинной целью Разумного И полезного По своим последствиям Религиозного Запрета Слишком тесно Прикасаться К покойнику И хоронить его Без предварительной Дезинфекции С помощью Огня Хищных птиц Или агофортис Последний метод Получил наибольшее Распространение У древних парсов Было обеспечение Наилучшей Санитарной Профилактики Эпидемий Христианам Было бы неплохо Позаимствовать Эту традицию У язычников Поскольку Всего лишь Несколько лет назад Целая провинция В России Почти полностью Вымерла Из-за переполненности Кладбищ Слишком многочисленные Захоронения На ограниченном Пространстве И за короткий Промежуток Времени В такой степени Насыщают землю Продуктами Распада Что делает Невозможным Их дальнейшее Поглощение Почвой В результате Чего Замедляется Разложение А его элементы Проникают Прямо В атмосферу Вызывая Эпидемии Болезней Даже таких Как Чума Пусть мертвые Хоронят Своих Мертвецов Мудрые слова Истинный Глубокий Смысл Которых Кажется До сегодня Не понял Ни один Теолог Смерть Зора Астра Моисея Или Будды Не сопровождалась Никакими Похоронными Обрядами Или церемониями Их тела Просто Убрали С дороги Живых Хотя Строго Говоря Ни Добестан Ни Десадир Не могут Быть Причислены К Ортодоксальным Книгам Парсов Содержание Обоих Если не Сами Эти Труды На Несколько Тысячелетий Старше Обрядов Описанных В Авесте Как Сейчас Точно Известно Мы Все же Видим Что Предписания Первого Были Отвергнуты А Указания Второго Подтверждены Овестой В Фаргарте Глава Восьмая Семьдесят четыре Двести Тридцать Три Вендидата Приказ Ахура Мазды Пусть Они Убьют Того Кто Жарит Насу И так Далее Комментируется Так Тот Кто Сжигает Насу Мертвую Материю Должен Убит Сжигание Или Обжаривание Насы Мертвых Является Главным Преступлением Ибо Из-за Этого Пришел Ангро Манью Который Есть Сама Смерть И Породил Грех Которому Нет Прощения Немедленное Сжигание Трупов Ариман Это Ничто Иное Как Человеческое Невежество И Эгоизм Сноска Сжигание Или Уничтожение Трупов Любым Другим Способом Должен Было Происходить Не ранее 12 часов После Смерти Человека Этот Древний Закон Был Забыт Как Брахманами Так И Зароастрийцами Запрет Был Не на Само Сжигание А на Кремацию Беспредварительного Опустошения Трупа А именно До того Как Внутренние Принципы Успеет Полностью Высвободиться Из Мертвого Тела Поскольку Считалось Агвафортис Обладает Окультными Свойствами Дающими Нужный Эффект Отсюда Предварительное Обжигание Трупа Таким Способом У Персендаджийцев Далее Толкование И пояснение Примененных Понятий Хищных Птиц В особо В отведенном Для этого Месте Тело Покойников Клали На Дакмы Невысокие Башни Где Хищники Привыкшие К такого Рода Добычи В течение Нескольких Минут Очищали Тело От мяса После Чего Кости Сбрасывались В особую Яму Паргард Раздел Или Глава Стихов В Зароастрийском Вендидате Вендидат Первая Книга В Зент-Авесте Что касается Обрядов Совершаемых После Захоронения Тела То мы Находим Те же Указания Что и В книге Абада Десатир Атраван Должен Первым Ити По дороге И громко Произносить Следующие Торжественные Слова Воля Господа Закон Справедливости Дары Вохумана Ра Вохумана Или Добрая Воля Открывает Небесные Врата За дела Совершенные В этом Мире Для Мазды Кто Помогает Бедным Приумножает Величие Ахуры Таким Образом Отменяя Персиндаджистскую Традицию Кремации Трупов Распространенную Среди Почитателей Мах Абада Зердуш Тринадцатый Персидский Пророк Сделавший Много Усовершенствований И реформ Указывает На единственный Обряд Милостыню Далее Предлагается К ознакомлению Выборки Стеасовского Словаря Составленного Еленой Петровной Блаватской Терминов И определений Которые В свою очередь Выше Были использованы В комментарии Авторам И которые Ранее Уже Были Представлены Для ознакомления Предыдущих Аудио Видеотомах Настоящей Серии Материалов Тайная Доктрина Принципы Элементы Или первичные Сущности Основные Дифференциации На которых И из которых Построено Все Мы применяем Этот термин Для обозначения Семи Индивидуальных И фундаментальных Аспектов Единой Всеобщей Реальности В космосе И в человеке Отсюда Также Семь Аспектов В их проявлении В человеке Божественный Духовный Интеллектуальный Психический Астральный Физиологический И просто Физический Индивидуальность Одно Из названий Данных В теософии И оккультизме Человеческому Высшему Эго Мы Различаем Бессмертное И божественное Эго И смертное Человеческое Эго Которое Погибает Последнее Или Личность Личное Эго Переживает Мертвое тело Лишь на время Кама Локи Индивидуальность Же Существует Вечно Эго Латинский Я Сознание В человеке Я Есть Я Или чувство Я Есть Эзотерическая Философия Учит О существовании Двух Эго Человеки Смертного Или Личного И Высшего Божественного И Безличного Называя Первое Личностью Второе Индивидуальностью Внутренний Человек Окультный Термин Употребляемый Для обозначения Истинной И бессмертной Сущности Внутри Нас А не Внешней И смертной Формы И спраха Которую Мы называем Нашим Телом Этот термин Относится Строго Говоря Лишь К Высшему Эго Тогда Как Астральный Человек Есть Название Двойника И Камарупы Или Переживающего Смерть Эйдолона Яма Санскрит В Окультизме Олицетворенная Третья Коренная Раса В Индийском Пантеоне Яма Фигурирует В Двух Различных Версиях Этого Мифа В Ведах Он Является Богом Мертвых Плутоном Или Миносом У Которого Прибывают Тени Усопших Камарупы Камалоки В Одном Из Гимнов О Яме Говорится Как О первом Из Людей Который Умер И Первым Кто Ушел Мир Блаженства Девакхан Это Потому Что Яма Есть Олицетворение Расы Которая Была Первой Наделенной Сознанием Манасом Без Которого Нет Ни Неба Ни Гадеса Яма Представлен Как Сын Вивасвата Солнца У Него Была Сестра Близнец По Имени Ями Которая Согласно Другому Гимну Постоянно Молила Его Взять Ее Жены Чтобы Продолжить Род Вышесказанное Имеет Многозначительный Символический Смысл Который Объясняется В Окультизме Как Справедливо Замечал Мьюир В Ригведе В Величайшем Авторитете По Первоначальным Мифам Задающим Тон Всем Темам Лежащим В основе Всех Последующих Вариаций Яма Нигде Не Представлен Как Имеющий Какое Либо Отношение К Наказанию Грешников Как Царь Судья Умерших Короче Говоря Плутон Яма Яма Ям Гораздо Более Поздним Измышлением Истинный Характер Яма Ями Следует Изучать Более Чем По Одному Гимну И Эпосу И Необходимо Собрать Собрать Различные Данные Разбросанные В Десятках Древних Трудов Чтобы Таким Образом Получить Согласованность Аллегорических Показаний Которые Будут Найдены Как Подтверждающие И Оправдывающие Эзотерическое Учение Что В одном Из своих Мистических Значений Яма Ями Ями Является Символом Двойственного Монаса Например Яма Ями Всегда Изображается Зеленого Цвета Облаченным В Красное И Обитающим Во дворце Из Меди И Железа Яма Санскрит В Окультизме Олицетворенная Третья Коренная Раса В Индийском Пантеоне Яма Фигурирует В двух Различных Версиях Этого Мифа В Ведах Он Является Богом Мертвых Плутоном Или Миносом У которого Прибывают Тени Усопших Камарупы Камалоки В Одном Из Гимнов О Яме Говорится Как О первом Из людей Который Умер И Первым Кто Ушел Мир Блаженства Девакхан Это Потому Что Яма Есть Олицетворение Расы Которая Была Первой Наделенной Сознанием Манасом Без Которого Нет Ни Неба Ни Гадеса Яма Представлен Как Сын Вивасвата Солнца У Него Была Сестра Близнец По Имени Ями Которая Согласно Другому Гимну Постоянно Молила Его Взять Ее Жены Чтобы Продолжить Род Вышесказанное Имеет Многозначительный Символический Смысл Который Объясняется В оккультизме Как справедливо Замечал Мьюир В Ригведе В Величайшем Авторитете По Первоначальным Мифам Задающим Тон Всем Темам Лежащим В основе Всех Последующих Вариаций Яма Нигде Не Представлен Как Имеющий Какое Либо Отношение К Наказанию Грешников Как Царь Судья Умерших Короче Говоря Плутон Яма Является Гораздо Более Поздним Измышлением Истинный Характер Яма Ями Следует Изучать Более Чем По Одному Гимну И Эпосу И Необходимо Собрать Различные Данные Разбросанные В Десятках Древних Трудов Чтобы Таким Образом Получить Согласованность Аллегорических Показаний Которые Будут Найдены Как Подтверждающие И оправдывающие Эзотерическое Учение Что В одном Из своих Мистических Значений Яма Ями Является Символом Двойственного Манаса Например Яма Ями Всегда Изображается Зеленого Цвета Облаченным В Красное И Обитающим Во дворце Из Меди И Железа Камарупа Санскрит Метафизически И в нашей Эзотерической Философии Это Субъективная Форма Рожденная Ментальными И физическими Желаниями И мыслями Всех Чувствующих Существ Направленными На материальные Вещи Форма Переживающая Смерть Их Тел После Этой Смерти Три Из Семи Принципов Или скажем Планов Чувств И сознания На которые Поочередно Действуют Человеческие Инстинкты И мышление То есть Тело Его Астральный Прототип И физическая Жизненность Неиспользуемые В дальнейшем Остаются На земле Три Высших Принципа Объединенные В одном Переходят Состояние Девакхана В котором Высшее Эго Остается До тех Пор Пока Не придет Час Нового Воплощения А Эйдалон Экс Личности Остается Один В своем Новом Обиталище Так Эта Бледная Копия Бывшего Человека Существует Определенный Период Времени Длительность Которого Разница И соответствует Элементу Материальности Оставшемуся В ней И обусловленному Прежней Жизни Умершего Лишенного Высшего Ума Духа И физических Чувств Будучи Предоставлена Своим Собственным Бессмысленным Затеям Она Постепенно Исчезает И разлагается Но Насильственно Влекомая Назад Земную Сферу Или Страстными Желаниями И призываниями Оставшихся Друзей Или Постоянными Занятиями Некромантии Одной Из самых Пагубных Форм Которой Является Медиумизм Это Привидение Может Сохраниться На срок Намного Превышающий Срок Естественной Жизни Его Тела Если Камарупа Однажды Нашла Путь Назад К живым Человеческим Телам Она Становится Вампиром Питающимся Жизненностью Тех Кто Так Стремится К ее Обществу В Индии Этих Эйдолонов Называют Пишачами И Очень Боятся Их Как Уже Разъяснено В другом Месте Карма Санскрит Артодоксальном Не Переживает Смерть Смерть Атомов И Инстинктивных И Ментальных Свойств Не Может Конечно Сохраниться Как Таковая В мире Чистого Духа Лишь То Что Бессмертно По Самой Своей Природе И Божественно Своей Сущности То Есть Эго Может Существовать Вечно И Так Как Именно Эго Выбирает Личность Которую Оно Одушевит После Каждого Девакхана И Получает Через Эти Личности Последствия Созданных Кармических Причин То Это Эго И Есть Я Которое Было Упомянуто Как Духовное Зерно И Воплощенная Карма Единственное Что Переживает Смерть Амэнти Египетский Эзотерический И буквально Обитель Бога Амэна Или Амона Или Сокрытого Тайного Бога Эзотерический Царство Азириса Разделенные На 14 Областей Каждая Из которых Была Предусмотрена Для Какой-то Определенной Цели Связанной С Состоянием Покойника После Смерти Кроме Того В одной Из них Был Зал Суда Это Была Западная Земля Тайная Обитель Темная Страна И Дом Лишенный Дверей Но Это Был И Кер Нетер Обитель Богов И Страна Духов Подобная Гадесу Греков Это Был И Дом Благого Отца Благодаря Котором Обителей Много Эти 14 Областей Включались Среди Остальных И Анру Зал Двух Истин Страну Блаженства Нетер Ксер Место Погребения Или Сожжение Отамер Ксер Безмолвие Любящие Поля А Также Многие Другие Мистические Залы И Обители Одно Похоже На Шоул Евреев Другую На Девакхан Окультистов И Так Далее Среди 15 Врат Обители Азириса Было Двое Главных Врата Входа Или Русту И Врата Выхода Перевоплощение Амх Но В Аминте Не было Сферы Представляющей Ортодоксальный Христианский Ад Наихудшим Из всех Был Зал Вечного Сна И Тьмы Как Указал Лепсий Покойники Спят В нетленных Формах Они Не Просыпаются Чтобы Увидеть Своих Братьев Не Узнают Больше Отца И Мать Их Сердца Не Чувствуют Ничего К Своим Женам И Детям Это Дом Бога Все Мертвого Каждый Боится Молиться Ему Ибо Тот Не Слышит Никто Не Может Восхвалить Его Ибо Он Не Замечает Тех Кто Поклоняется Ему Так Как Не Обращает Внимание Ни На Какое Жертвоприношение Этот Бог Есть Кармическое Решение Страна Безмолвия Обиталище Тех Кто Умирает Абсолютно Неверующим А Так Ж Умирающих От Несчастных Случаев Раньше Отпущенного Им Срока И Наконец Умерших На Пороге Авичи Которая Никогда Не Находилась В Аминте Или В Каком Либо Другом Субъективном Состоянии За Исключение Одного Случая Но На Нашей Планете Вынужденного Повторного Рождения Они Не Оставались Долго Даже В Своем Состоянии Глубокого Сна Заввения И Тьмы Но Более Или Менее Скоро Направлялись В сторону Амх Врат Выхода Дева Чан Санскрит Обитель Богов Промежуточное Состояние Между Двумя Земными Жизнями Которые Входит Эго Атма Будхи Манас Или Водно Преобразованное Троице После Своего Отделения От Камарупы И Разложения Низших Принципов На Земле На этом Декламирование Завершено Статья Елены Петровны Блаватской Действенность Похоронных Обрядов Составившие Настоящее Приложение Номер 8 Из Серии Учителя Поведали Продолжение следует... Продолжение следует...